Я вообще не хочу, чтобы когда-нибудь о наших людях в мире говорили, они тупее американцев ещё. А ведь куда я не приеду, мне рассказывают что-то. Я был в Астории недавно, в Питере, и мне администратор гостиницы говорит, вы не представляете, что у нас произошло. Им звонит в администрацию с пятого этажа американец из номера и говорит, срочно пришлите мастера, я не могу вынуть из микроволновой печи бутерброды. А те все зависли, потому что в номерах микроволновок нет. Понятно? Прислали мастера. Когда мастер увидел, что сделал Америкос, он по лестнице до первого этажа колобком катился. Я не знаю, что с вами будет сейчас. Я медленно, ладно, буду говорить. Американец бутерброды для разогрева положил в сейф. И набрал время разогрева. Меня ж в Америку не пускают. А почему? Потому что пародисты стали меня изображать и все время говорят, задорно сказал, американцы тупые. Вообще, я это один раз сказал, честно говоря. Но посольство решило американское, что это я всю Россию настроил против Америки. И меня лишили визы. Ну, нет худа без добра, я езжу в другие страны, но где бы я ни был, в какой стране, меня, если увидят наши туристы, вот так, они без здрасти, без всего гречат. Они тупые. Невозможно никуда ездить. Я в Париже иду мимо американского посольства случайно. Я не маньяк ходить мимо американского посольства. Навстречу идет мне семья из Саратова. Позже это оказалось. Их пять человек, трое детишек, он, она. И они, так как пионерское звено, увидев меня. Американцы тупые. А это американское посольство. Я им говорю, тихо, тихо. Тихо. Они говорят, что я им на ушко. Это американское посольство. Зря я им это сказал. Нашу телу их это возбуждают. Они туда в стену, как за рот. Задорнов прав, вы тупые. Но продолжая эту тему, я не могу про родную Ригу рассказать. Там очень многие продавщицы русские, с пытливым нашим мозгом российским. И, ну, уже говорят на иностранных языках. И вот американец в одном супермаркете несколько месяцев подряд покупал куриный бульон. Такая взвесь коллоидная белого цвета. Если кто, перед тем, как выпить одеколон, разводил, вот точь-в-точь. Да, я делал это, да. И не надо. Ой, обрадовались. Но это было давно, 80 лет назад. И он... Да, да. А баночка была прозрачная. Эта коллоидная взвесь была видна. А на этикетке курица была нарисована. И он, когда исчезло в связи с кризисом много товаров с прилавка, в том числе и этот куриный бульон, он подошел к кассирше, вот, и говорит, скажите, пожалуйста, а куда делось куриное молоко? Продавщица была нашей. Вспомнила выступление Задорнова, но сдержалась. И мягко говорит, что? Он говорит, куриное молоко. Она ему говорит, вообще-то у куриц нет молока, сказала. А он оказался с пытливым умом. Он говорит, почему? Далее разговор двух пациентов из Кащенко. Готов? Готов. Она спрашивает, а где вы видели у курицы вымя? Ну, его так просто не возьмешь, оказалось. Он свою размышлялку почесал. Говорит, я не могу. Ну, у кокоса тоже нет вымя. Не все американцы тупые. Ну, нашу и та этим не возьмешь. Она ему говорит, кокос уже вымя. Он говорит, вымя чего? В имя пальмы. Но все рекорды все-таки побил американец на Сахалине. Он сфотографировал. Куст красной смородины, ягоду красную. Вот. И этот спрашивает, ты что фотографируешь? Зачем? Наш хозяин этого куста. Готовы? Готовы точно? Вот. Американец искренне ему говорит, я никогда не видел, чтобы красная икра росла на кустах. Хозяин кустоклассно ответил. Да, говорит, сейчас такой период, нерестятся кусты. Мой добрый знакомый, Дмитрий Урнов, добился парадоксального совершенства. Он преподает в американском университете американцам американскую литературу. Самое страшное, говорит, для моих студентов это письменная работа. Говорят, хоть гомяром питайте, только не давайте писать ничего. Я, кстати, сам замечал, как пишут молодые американцы. Я вам сейчас постараюсь это показать. Вот как мы пишем. Так быстро двумя пальцами верхними вводим, большим поджимаем снизу. Американцы, администраторы, официанты, они пишут с большим трудом. У них верхние пальцы, указательные, безымянные, не двигаются. Они неразвитые. Как вам не стыдно? Они поджимают и вводят ручку большим пальцем снизу. Вот так вот. То есть, если обезьяне дать ручку, вот она будет так водить. Некоторые вот так держат, вот так вот. Они фигу показывают вам ручкой. Некоторые пишут левой рукой, потому что просто не знают, что надо писать правой. Я вам могу сказать. Урнов мог бы с рассказами о своих студентах выступать на эстраде. Он слишком для этого интеллигентен. В последний раз он мне рассказал, как студент high-level лингвистического факультета, старшего курса лингвистического факультета, в письменной работе написал Фауст Ван Гога. Вы посмотрите, сколько людей знает, кто написал Фауста, да? Если бы я сказал это в Америке, никто бы не отреагировал. Они понятия не имеют об этом. Ну, они же читают литературу, даже классику, даже студенты профессиональных вузов филологических, они читают в адаптированном варианте. То есть, допустим, гомер. Семь страниц, весь. И Ильяда и Одиссея вместе семь страниц занимают. Полное собрание сочинений Шекспира. Толстая книжка, я видел, двадцать семь страниц. И причем герои говорят приближенным для понимания языке. Там, допустим, Ромео говорит, я тебя люблю, Джульетте, Джульетте. И у меня такая же ерунда, Ромео. Урнов его спрашивает, ты почему написал, что Ван Гог автор Фауста? Ты же мне в устном ответе недавно правильно ответил, что Фауста написал Гетте. Гениальный ответ американского студента. Он расставляет точки над «и». Тот ответил, а я не знал, как пишется Гетте. А ему все равно. Гетте, Ван Гог, он мог написать Моу Цзэдун, если бы знал, как Моу Цзэдун пишется на самом деле. Я бы не поверил в эти все истории и, как многим кажется, байки, если бы я сам не был кое-чему свидетелем. Майами, бар, в гостинице. Я сижу за стойкой бара. Красивый бармен, аргентинец. В Америке таких называют латинос, такая шевелюра. Он так говорит, это я вроде как шевелюрой крикнул, значит, по памяти. Подсаживается рядом со мной за стойку бара молодая американка. Молодая или нет, трудно определить, потому что все американки сейчас сделали пластическую хирургию лица себе. Для них это самое главное. Вот что они знают, образование, это их вообще не интересует. Главное, натянуть лицо. Причем так, чтобы смеяться, не улыбаясь, а думать, не задумываясь. Вот это абсолютно посмертная маска, собственная такая. Гладенькое-гладенькое, лицо такое, вот как мозг. В гармонию приведено это. Как будто сзади кто-то схватил закопчик и все натянулось спереди. Вот так вот, знаете? То есть я на нее внимательно смотрю. Это не лицо, это пятка. Это коленка. Это попа младенца. Но это не лицо. То есть ей по лицу лет пять. Вот так вот скажем. По фигуре сорок восемь, по рукам шестьдесят три. Вот такой монстр сидит рядом со мной. Смотрит на этого аргентинца-красавца и потом не выдерживает, задает ему вопрос. Вы откуда? Аргентинец говорит. Я из Аргентины. Гордо она восклицает. Знаете, как американцы любят восклицать? О, Аргентина, кенгуру. Вообще наши контрактники в Америке обожают потешаться над американцами. Они рассказывают, что они какие-то небылицы. Вот как мы на чупчеме. Вот так вот. Причем они придумали, как отомстить американцам. Американцы же нас, русских, считают людьми второго сорта. Контрактники здорово придумали. Ходить с видеокамерами по улицам и брать интервью у прохожих американцев. Те охотно дают интервью. Они такие выросшие лилипуты. Знаете, такие... Они думают, что они будут счастливы звездами. Несут свою чешню перед объективом. Они не представляют, что просто русские на кухне издеваться будут над ними. Вот. А наши потом тащатся на кухне, когда просматривают это. И мне показали. Я видел подобную телесъемку. Негр с выкрашенными в рыжий цвет волосами. Такой все время подтанцовывающий, как будто на шарнирах. На вопрос. Очень просто сформулированный. Проще некуда. Кто такой Гитлер? Вот проще невозможно задать вопрос. Ответил. Точно не помню. Давно это было. Но кажется, человек был нехороший. Ну, слава богу, хоть это знает, да? И добавил. То ли евреев не любил, то ли негров. Ну, просто Гитлер куглу складывается какой-то, да? А пожилая пара с гордостью доложила, что этим летом они были в Европе. Сначала в Париже, сказала она, а он добавил, а потом во Франции. Ой, слушайте, а недавно я был в Андаманском море на острове Ланкави. И был с бизнесменами из Риги. Интеллигентнейшие ребята. Вообще среди бизнесменов из-за житочных появились интеллигентные люди, я вам должен сказать. Их немного, человек 13 на Россию. Но они, в принципе, есть уже. И вот мне довелось с двумя ребятами поехать на остров туда отдыхать. Там были американцы. Американцы сразу можно узнать в любой точке мира. Они такие по фигурам, как будто памперсы в штанах. Вот так вот, они гамбургероподобные. Такие кишечники на ножках. Что не майка, то наволочко от рояля. И вот эти гамбургеры вышли. Важные такие ходят. Они не просто говорят. Мол, пошел ты, неважно, знаешь, ты нас не знаешь. И они нас спрашивают, откуда вы? Мы им говорим, мы из Риги. Я же родился в Риге. Они говорят, о, Рига, файн. А я спрашиваю, а вы знаете, где это? О, неу, 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 неу. Ну, это же столица Латвии. Латвия, файн. А вы знаете, где это? Неу, 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 неу. Один из американцев говорит, кажется, Латвия это в Португалии. Ну, 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 слушайте, ну просто обидел. Честно вам скажу. И зацепил нас. И мой друг так прикололся. Если бы за прикол давали премию, я бы ему дал лично эту премию. Он говорит, а вы откуда? Американцам. Тебе говорят, из Хьюстона, Хьюстон. А мы говорим, Хьюстон? А что это такое? Как? Это столица Техаса. Такси, такси. А что такое? Там такси? Или что там? Они говорят, вы Техас не знаете? Нет, а что это такое? Это штат Америки. И тогда я их спрашиваю, Америка это страна? Это что это такое вообще? Ребят, о глаза были у американцев. Вы представляете себе жабу, на которую асфальтирующий каток наехал сзади? Вот они так выпучеглазились, вот эти американцы. И тут мой друг нашел фразу, за которую действительно можно давать приз. Он говорит, скажите, ребят, откуда вот вы, американцы, так хорошо по-английски говорите? А те совсем обезумели от таких вопросов. Говорят, это наш язык в Америке, английский. А я им говорю, как это, как, непонятно. Англия, английский, понятно. Америка, американский должен быть язык. Ни один не смог ответить, почему в Америке английский язык. Ни один. Они на нас так обиделись, а они с нами 10 дней не разговаривали. И как видели нас, говорили, это русские тупые. Вообще, должен сказать, я что-то давно, что-то давно я про Америку ничего не говорил. О, аж вдох такой, аж зал выдохнул от счастья. Но несколько, наверное, неожиданно будет то, что я хочу сказать. Знаете, я изменил свое мнение об Америке. И я, наверное, сначала даже стеснялся об этом говорить, а потом прочитал у Конфуция такую мудрость, хорошо сформулированную. Только дурак в жизни не меняет свое мнение. И думаю, о, я не дурак. Я уже третий раз поменял об Америке мнение. А действительно, ведь есть то, чему надо поучиться у американцев. Может, они тупые-тупые, а кое в чем мы-то потупее будем. Например, американцы умеют работать, согласитесь, они любят работать. У них невозможно представить себе, чтобы было такое количество праздников и выходных в году. Ну, у них не может быть Новый год 15 дней праздников. А потом еще 8 дней 8 марта и 15 дней 1 мая. Потрясающе. Объяснить американцу, что такое Старый Новый год, невозможно. Он зависает. И спрашивает, что такое Старый Новый год? Наш почешник тыкву говорит, ну, это такой контрольный Новый год. Тот говорит, это как? Он говорит, ну, чтоб точно знать, что наступил. Американцы приехали работать в Москву, бизнесмены, 7 мая. Пустая Москва, нейтронную бомбу. Вот так вот. Была в Москве. Они ничего понять не могут. Все офисы закрыты. Спрашивают, а что такое? Почему никто не работает? Говорит, праздник. 7 мая. Он спрашивает, какой праздник? 1 мая. Это же нормальным людям, не объяснишь никогда. Они говорят, ну, 7 дней прошло уже. Чего вы празднуете? Говорит, ну, просто 9 еще рядом. И до какого? До 15-го где-то. Мне задают вопрос после того, как стали появляться пародии. Чаще всего знаете, какой вопрос задают? Почему вы так ненавидите Америку? Почему вы ее все время критикуете? Я путешествовал много по миру. И я сделал для себя вывод. Не я ненавижу Америку. Америку ненавидит большая часть человечества, если учесть, что Америку ненавидит Китай. Молодцы. Хорошо. Малыши, молодцы. Смотрите, вы еще что-то считаете в уме, да? И я никак не могу доказать своим зрителям, я не Америку критикую. Я критикую наше подражание им, о чем я хочу сегодня и поговорить со зрителями. Причем мы же подражаем самому неприглядному, что есть у них. Я сегодня об Америке буду говорить только хорошее. Да. Вот так неожиданно. У них есть хорошие черты. Есть. Например, в отличие от нас, они моются. Вот это засмеялись те, кто поняли, в чем дело. Наши люди не моются. Я понимаю, потому что у них никогда не перекрывается горячая вода, не отключается. У нас куда не приедешь, в какой город, включишь кран с холодной водой, течет горячая. Включишь горячую, течет ржавая. И наш человек еще оправдывается и говорит, это полезно, это железо. Знаете, наш человек никогда ничего не починит. Он философию придумает, чтобы только не шевелиться. Как мне одна женщина сказала в Севастополе, я пью воду только из-под крана, чтобы не приезжать к нежности желудок. И дало свои результаты. Посмотрите, мы вырастили нового человека, которому не страшен конец света практически. 16 конвертов сибирской язвы в тот же Америке. Паника на всю страну. Весь мир паникал. Одна страна не паниковала. А что нам? У нас холерная палочка сочится из водопровода 10 лет уже. Одна страна только, вот такие морды по телевизору выступают, говорят, мы уже готовы к сибирской язве, говорят. Мы уже приготовились, уже самогонки наготовили. Они моются. Второе. С ними можно ездить в транспорте. С нашими людьми невозможно ездить в транспорте. Вы же ездите. Я давно не ездил. Я совершил экскурсию в метро. Слушайте, такое впечатление. На всю жизнь. Причем это было поздно. Навстречу мне по эскалатору поднимаются двое наркоманов. Видимо, уже вонзили дури. Смотрят на меня. Говорят, во блин, глюки начались. Я не знаю, какие глюки у них начались. Но у меня, когда я в метро ехал, у меня глюки начались от запаха. Передо мной стоял... Вот рядом со мной стоял человек. Вот так. А я у него вот тут. Друзья мои, это смеются те, кто тоже были в такой ситуации. И главное, я отодвинуться не могу. Я приговорен к этой подмышке, к его. Слушайте, ну глаза слезятся, я вам честно скажу. И главное, и вот, вот о чем я говорю. Я не знаю, сколько он не мылся, но он вот эту подмышку побрызгал дезодорантом. Вот она, гремучая смесь. И я сегодня говорю, наша Россия, это немытая подмышка, побрызганная западным дезодорантом. И это во всем сегодня проявляется. Мы с них взяли самые и самые неприглядные черты их жизни и еще наши оставили. С одной стороны, везде, во всей России, эти их продукты, мутанты. Вот эти соки цвета недососанных леденцов, вот эти курицы-трансвеститы, вот эти джемы. Мы французские, у нас бабушки готовят самое вкусное в мире варенье. Нет, мы джемы покупаем во Франции, джемы, на которые не садятся даже мухи. Я пробовал, они улетают, они плюются, мухи плюются в эти джемы, улетают. Но при этом, вот это все, вот эти продукты-мутанты, еще засижены нашими мухами. Вот это слезь. Я в этом году был в джунглях, когда мои друзья узнали, что я там даже пару ночей провел. Они меня спрашивают, как ты там ночевал, там же мухи, комары. Я говорю, ребята, их комары и мухи шла и та по сравнению с нашими. Вот наши мухи, они аж чавкают по сравнению с их мухами. И вот это по всей стране нет, чтобы мы с них взяли, что, умение дороги делать. Нет. Как Гоголь сказал о наших дорогах позапрошлом веке, точно о наших сегодняшних дорогах. У нас не дороги, у нас направление. И правда, у нас неправильно сказать, я поехал по дороге в Рязань. Правильно, я поехал по направлению к Рязани. Я ездил, кстати, у меня все пломбы выскочили из зубов в конце этой дороги. Но на все эти дороги нанизаны западного типа рекламы. Такие знаки хорошей жизни. Мартини, пиццерия. Причем еще с нашей энергетикой эти рекламы делают. То есть вот такое лицо счастливое нарисовано размером с пиццу. Рядом две пиццы такие же. И написано, кто съест две, третья бесплатно. Вот такие пиццы нарисованы. А напротив пиццерии, бывшие рабочие столовые. Но в них все то же самое, название изменилось. Но в них наши вилки. Алюминиевые. Вот эти, я даже не знаю, в каких зубах надо ковыряться, чтобы они в такую раскоряку превратились, эти вилки. Но это рога и зюбри в период битвы за самок. Вот это все. Но при этом все ходят, говорят, окей, вау, сори. В гостиницу приезжаешь, раньше написано было администрация сейчас. Рецепшн. Русскими буквами. Я спрашиваю администратор, ты кто? Он говорит, я ресепсионист. Я говорю, ты долго учил это слово. Игральные автоматы, но по ним, во всех фойе игральные автоматы, но по ним ползают наши тараканы. Из одного выписываюсь номер, говорю, я не могу здесь жить. Он мне говорит, директор, почему? Мы же вам джакузи поставили. Я говорю, да, но у вас из обоих кранов течет горячая вода, у вас нет холодных. Говорит, ну у вас же есть джакузи. Я говорю, а вы пробовали джакузи в кипятке принимать вообще когда-нибудь? Причем в бурлящем кипятке. Но вот эти признаки хорошей жизни повсюду. Итальянская сантехника на дороге между Томском и Новосибирском. Итальянская. А напротив туалет наш. Архитектурный выкидыш. Это в музей России надо помещать этот туалет. Дощатый. Это вытянутая собачья конура. Напротив сантехники рекламы. Помните, я вам сказал? А там речь о сантехнике вообще не идет. Там лобзиком прорезали. Причем на этом туалете название написано. Парадис. Рай в переводе с английского. Мы же слова взяли, а что они значат, многие не понимают. Я в Керчи в гостинице в фойе прочитал, вечером приглашаем посмотреть мужской топлес. 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 Мужики лифчики снимают. Они даже не знают, что это означает. Один бизнесмен настолько уже заокеился, что свою дочь назвал Диарея. Диарея Федоровна, вот приговорил девочку на всю жизнь. Я говорю, ты еще сына НРС, назови и полный порядок будет. Но при этом туалеты наши, классические. Речь о том, чтобы закрыть туалет, вообще невозможно. Не идет. Надо держать. Это цирковой номер. Когда в процессе держишь и говоришь, занято, окей, а тебе тут не проблем, а ты ссори. Вот это все имидж. И это повсюду, это по всей нашей стране. Вот что я высмеиваю. Женщины на пляжах. Да, извините, а так как мы еще западу подражаем, там не просто лобзиком прорезано. Нет, дизайнер это делал. Тот в форме сердечка, вот это все прорезано. И дезодорант стоит, вот мне нравится. Зачем тебе дезодорант, там такое сквозило. Вообще сдувает к чертовой матери это все. Вот зачем придумывать анекдоты? Пересказывай то, что видишь. Пляж, Сочи, Крым. Этот год. Наши женщины, насмотревшись голливудских фильмов, а я всегда говорил, на Голливуд надо надеть противозачаточную. Уже давно. Они надели... А пляж, вот забыл, знает. Не в Турции, не на Кипре, а у нас сейчас пляж. Это такие, знаете, в волнах барахтаются шприцы одноразовые, недобитые косяки, а курки целуются друг с другом в брунах. Короче, мусорная свалка. Но наши женщины, насмотревшись фильмов западных, надели западные купальники голливудского типа. Стрингем. А, кто-то даже попытался один аплодисмент издать. Значит, это тот, кто понял, о чем речь идет. Ну, женщины похитикивают, мужчины не все знают. Я сейчас объясню, что такое стринги. Стринги — это такие ниточки, которых, в общем-то, в нашем российском женском теле не видно вообще. То есть, не всякой подходит вообще-то. Я не против полных женщин. Мне нравятся полные. Честно вам скажу, ну, наденьте наши нравственные купальники, чтобы это в гармонии было. Но когда они надевают... Это такая архитектура тела. Это такие два торта съели эту ниточку. И, знаете, это смесь холодца с целлюлитом. Видели когда-нибудь это? Вот бабушка, помню, холодец так, кинет на тарелку. И он... И она встает и идет купаться. А издали это кусок савдеповской ветчины, перетянутый веревочками. Я видел маршрутное такси. Вот когда вы входите, вот тут вот такая низкая часть. И там было написано «Место для удара головой». Вот у меня ощущение, что наши люди, многие ездили в этом такси. Причем по многу раз. У нас какая-то особая энергетика, вы знаете, у русских людей. Особая. Только русский человек, когда едет по встречной полосе, может получить удар в зад. Я вообще не хотел больше говорить про Америку. Я хотел выкинуть эту тему, но произошло то, чего я сам не ожидал. Наши люди подходят ко мне на улицах. Подходят в магазинах, в самолетах. Говорят, я вам про Америку сейчас такое расскажу. И рассказывают такое, что мне пересказывать невозможно. Я горжусь тем, что благодаря мне про Чукчи стало меньше анекдотов появляться. Чукчи говорят, берегите американцев. Если с ними что-то научиться, снова про нас начнут сочинять. Просто какая-то игра затеялась. Мне имейлы приходят. Доставляют мне просто удовольствие. Я не могу не пересказывать то, что мне рассказывают люди, или то, что мне приходят по имейлу. Девушка учится в Нью-Йорке в американском институте. Она из Карелии. Когда американцы-студенты узнают, что она из Карелии, они ей говорят, а ты на кореянку не похожа. Еще одна девушка рассказывает из Одессы. Я им говорю, американцам, я из Одессы. Они говорят, о, знаем, Кремль, Красная площадь. Парень учится в Балтиморе, прислал мне имейл. Меня достали американские студенты вопросом, можно ли до России от Балтимора доехать на машине. Я уже говорю, что можно. Тогда они спрашивают, сколько времени на это уходит. Мне рассказывали инструкторы по горнолыжному спорту в Австрии, в Альпах, что когда звонят американцы, спрашивают, у вас снег есть в Альпах? Тебе говорят, да, хорошая, холодная погода, приезжайте. Американцы после паузы часто задают вопрос, а как же у вас кенгуру в это время? Австрия. Они Швецию со Швейцарией путают. Это уже замечено вообще в мире. А моя знакомая пара учится в Лос-Анджелесе. Однажды они пошли на ужин с американской парой. И те их спросили, скажите, Россия больше, чем Лос-Анджелес? Наши говорят с гордостью, конечно. А те подумали и переспросили, а есть ли Лос-Анджелес с пригородами взять? Ну, наши говорят, ну, это уже где-то примерно одинаково будет. Потому что наши уже не могут всерьёз отвечать на этот вопрос. Мне прислал имейл бывший наш профессор из Новосибирска. Новосибирск – это город учёных советских. Это удивительно высокий с точки зрения образования город. И вот учёный, один из наших, уехал в Денвер работать в компьютерный центр. И он мне пишет имейл. Я не верил в то, что вы рассказываете. Я думал, вы прикалываетесь. Но проведя здесь два года, среди американской профессуры, я тоже не выдержал и решил приколоться. И он мне, значит, описывает, что далее произошло. Я спросил у одного своего коллеги, американского профессора, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2. Вот вы хихикаете. А, между прочим, с гордостью говорю, выступая в разных странах, я заметил, что только в русских залах есть некоторые люди, которые знают правильный ответ на этот вопрос. Потому что они получили образование достаточно мощное. и знают, что сначала производится умножение по правилам. То есть ответ 6. Американский профессор, естественно, ответил 8. Наш сказал 6. Американец сказал 8. Но он же главный на Земле, он же американец. Наш сказал 6. Он говорит, 8, 6, 8, 6. Спорят два профессора. Очень интеллектуальный спор. Американец не выдержал первым. Говорит, давай проверим на калькуляторе. Завел в калькулятор по-своему и получил ответ 8. Говорит, видел, 8. А нашего просто так не возьмешь. Русские люди, они удивительно сообразительны. Во всем мире считают, что нас на помойке пальцем делали. Нет, друзья мои. Если бы нашу сообразительность направить по правильному вектору, вы бы все за углом милостыни у нас просили. И нас спрашивают очень находчиво. Ты на калькуляторе проверял. А что правильнее? Дает ответ калькулятор и компьютер. Ну, у американца есть две святых вещи. Это компьютер и психоаналитик. В конце этой истории американцу потребовалось и то, и другое. Потому что завели в компьютер. Компьютер-то знает правила. И выдает ответ 6. У американца... У американца, друзья мои, у американца произошла протеря мировоззрения. У него были такие удивленные глаза, как будто там, сверху, поменяли таблицу умножения. А их не предупредили. Они главные на земле. Гениальную историю мне рассказали узбеки. Вдумайтесь в следующую фразу. Как они, узбеки, смеялись над американцами? Узбеки получили образование в советское время. И поэтому они с ироничным мышлением. И когда в узбекскую компанию достаточно богатых людей, финансистов, должен был прийти американский посол в Узбекистане со своей свитой, один из узбеков подготовил шуточный тост. Он думал, что американцы будут смеяться. Сейчас! Рассказывают тост. Обращали ли вы внимание, господа, на один факт исторический, что Колумб открыл Америку, а Америка была названа не его именем. А причина вот в чем. Еще за 200 лет до Колумба Америку завоевал наш узбекский эмир. Он очень подружился с индейцами. И когда он уплывал, индейцы провожали его со слезами на глазах, но он им не сказал, как их звать, и они кричали ему туда, на корму, на корабль, как тебя звать, чтобы мы за тебя молились. А он им кричал с кормы, меня звать Ибн, Саид, Декефир, Абдурашлёп, Абдурахман, и так далее. Ну, в общем, вся песня с припевом. А индейцы, да что, мы не запомним, мы индейцы, мы же у нас головки маленькие, ты покороче. А есть такое в Средней Азии слово АКА. АКА это очень уважающее, уважительное слово по отношению к тому, к кому обращается. Это старший господин, это брат АКА. И тот ему кричал, зовите меня, кричал он с кормы. Амир АКА! И они кричали, Амир АКА! Амир АКА! АПЛОДИСМЕНТЫ Это вы смеётесь. Так появилось слово Америка. Это вы смеялись. И узбеки смеялись тоже в этой компании. Не смеялись только американцы. Американский посол неделю рылся в справочниках. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз повторяю. Вот я об этом рассказываю, чтобы мы не уподобились среднему американскому классу. Потому что у нас гораздо больше именно живых людей. Мне один инженер наш, который работает в Америке, переезжает из Штата в Штат, написал потрясающий имейл. Я хочу, чтобы он вызвал у вас чувство гордости. Я вообще разделяю понятие Родины и государства. Вот я считаю, я живу в лучшей в мире Родине, но в чудовищном государстве. Когда я за границей, я скучаю по Родине. А возвращаюсь я в ужасе от государства. И мне этот человек молодой написал, я путешествую по Штатам. Вы знаете, что я понял? За несколько лет работы в Америке. Штатов много. А Россия одна. И одна американка, учительница в американской школе, мне рассказала случай, который должен вас просто вызвать гордость за наших детей, за их соображалку. Она мне первое, что сказала, что если хоть один русский ребенок или еврейский есть в американской школе, то американцы, дети, местные, просто дауны по сравнению с этими. Я говорю, ну это действительно так, у вас и города называются даунтауны. И она шутки не поняла, ну не имеет значения, я сам посмеялся и был доволен процессом. Но то, что она мне рассказала, то меня восхитило. Я даже не смеялся. Задала задачку на уровне нашей начальной школы, классу задала. Скажите, сколько можно собрать трехколесных детских велосипедов, если на складе 123 маленьких колеса, а 62 больших колеса. И все что-то посчитали. Знаете, что она же ответила? Не одного. Она поставила в тупик даже учительницу. Та начала возмущаться. Почему? Готовы испытать чувство гордости, да? Она же ответила, потому что одних колес недостаточно, чтобы собрать велосипед. Один мне пишет, вы представляете, я меняю фонарики батарейки, а Мерикос смотрит и говорит, ты что знаешь, где плюс-минус у батарейки? Наш пришел покупать симку к американскому менеджеру. Там реальный Америкос стоит, а ему симка для айфона нужна. Вы знаете, что для айфона симка больше размеров. Он говорит, мне симка для айфона. Кстати, сколько, спрашиваю, а Мерикосы стоит симка для айфона? Он говорит, 40 долларов. Дорого. А для простого телефона? Тебе не подойдет? У тебя айфон? Он говорит, айфон не подойдет. Я тебя не спрашиваю, подойдет или нет. Ты мне скажи, сколько стоит? Он говорит, 15. Дай мне за 15. Он говорит, тебе не подойдет. Он говорит, я тебе еще раз говорю, я тебя не спрашиваю. Дай за 15. Тот дал и смотрит, что будет. Наш спрашивает, у тебя ножницы есть? на его глава американца он потерял мировоззрение в этот момент когда наш обрезал симку ножниц и уставил айфон работы на западе не могут этого понять как на западе есть проблема в той же америке в любом городе с парковкой припарковал не там машину идет полицейский и под щетки засовывает штраф наши супер гениальны они ездят много лет с одним своим штрафом паркуют в любом месте и подкладывают старый штраф каран смотрите все понимают о чем идет речь но больше всего меня насмешило знаете какая ситуация даже я смеялся в полный голос вашингтоне из-за парка сбежал пингвин его надо было поймать я не знаю что с вами будет сейчас чтобы его поймали полицейские полицейским готовы точно выдали фотографию пингвина в эту картинку представляете идет коп по улице навстречу ему идет пингвин вынимает фотографию и слетчай это тот пингвин или другой потому что пингвинов же много раз гуливает по вашингтону американцы молодцы они обожают эксперименты у них много денег они сами не понимают что они делают но их может заинтересовать например влияние солнечных бурь на сексуальную жизнь куропаток вот и они так и изучат это дело или сколько среди воробьев бостона гомосексуализма процент и всех геев воробьев выудят и вот они провели интересный эксперимент посчитали вопрос был ну условия поставленной задачки было такого почему американцы выиграли все сражения с японцами во время второй мировой войны кроме пэрл-харбора оказалось когда они посчитали в среднем на то чтобы отдать приказ японскому военному требуется затратить в среднем 11 из 70-х буквенных символов американцам на то чтобы отдать средний приказ всего 5 и 3 буквенных символов короче приказы проходили быстрее для интереса посчитали русских нет 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 то есть да но не сразу и оказалось начало 8 и 2 десятых буквен и символа они так удивились мол что-то непонятности а в этой группе в американской были наши ученые и наши говорят вы неправильно эксперимент поставили вы завели в условия русский литературный язык а какой надо ну это нелепость чтобы русский на литературном языке мол будьте настолько любезны если вам не трудно не соизволили бы вы пальнуть вот по той посуде американцы сами поставьте эксперимент наши поставили эксперимент гениально 3 и 1 десятых буквенных символов откуда взялась одна десятая я не знаю но после того как я и об этом рассказал поделению интервью мне еще одно письмо пришло я горжусь этим письмом от церушника он уже пожилой человек он родился в свое время советском союзе поэтому очень хорошо знал русский язык его взяли в цру работать дешифровальщиком перехваченных радиограмм русских моряков в морях я не знаю как он не сошел с ума в конце своей жизни это такая работа он не пишет должен признать вы правы русских нельзя победить из-за их языка дальше самое интересное говорилось между равными по званию и далее он не привел некоторые примеры чего они пытались расшифровать я не могу вам прочитать все клянусь невозможно со сцены зачитывать я смягчу пару примеров приведу так для 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 удовольствия вы не могу бедные американцы как представьте что они это расшифровывать разговора двух наших военных моряков где бревно хрен его знает говорят на спутнике макаку чешет представляете это расшифровывать американцы профессионалы должны надо значит надо расшифровали мой просто поклон американцам готовы готов где капитан деревянка не знаю но говорят что работает по закрытому каналу связи отслеживает американские испытания прототипа торпеды мк-48 и наконец я получаю третье письмо опять из американской научно-исследовательской группы где работают наши ученые уже из сан-франциско и наши ученые пишут мне вы даже не представляете насколько вы попали в тему в точку мы провели эксперименты оказывается и вот это кардинальный момент главный момент пожалуй всего всей вот этой проповеди за русский язык оказалось те кто думают на английском языке у них более развито более густое а значит более развитое левое мужское рациональное полушария мозга а те кто думают на русском языке у них более развито правое женское творческое полушария а я все время думал меня мучило вас почему иностранцы напьются и сразу спать я теперь я понимаю потому что когда выпьешь алкоголь глушит рациональную часть мозга а это у них и не очень развито творчество и все и отрубился русский никогда не заснёк по пьянке никогда почему потому что глушить то собственный и нечего а твой остатки заглушил и творческая оживает то что может наш натворить по пьянке никто в мире не натворит никогда только наш может в новый год начать снежками кидать с балкона в комнату или с другого говорит давай кто на лыжах быстрее с лестнице с четвертой и давай кто салат оливье в люстру перекидает быстрее ты вот в тот плафон я вот в этот плафон поэтому американцам кстати которые мыслят наоборот им очень трудно у нас жить особенно когда они женятся на наших есть способ такой выучить язык это жениться на на носительнице языка вот выразился тоже как теперь говорят я на носительнице женюсь ну давай у меня знакомый американец женился на русской девушке ему так трудно учить русский язык он иногда мне звонит говорит писатель объясняй а иностранцы американцы особенно они действительно профессионалы он хочет он любит ее но вопросы задает какая разница между любая и любимая ну для него корень один я говорю ты хоть с нежностью сказал ты моя любая вот я впервые понял как ему трудно учить русский язык когда он привел меня в ресторан американцы они добрые кстати очень правда они тупые но добрые они такие дети развившиеся туловищем а мозг остался нетронутым и он привел меня в ресторан официант принес счет он берет счет американцы мне говорит сегодня плачу я ведь гениальный язык плачу и плачу суть одна у процесса между параллельный процесс ой у него такие казусы у этого американца он приходит в магазин я всегда говорил если иностранец в россии знает русский язык ему очень трудно жить он не понимает что у нас язык не для передачи информации надо слушать слушать какие-то интонации но приходит он в магазин ему продавщица говорит давай бери он говорит повторите я не понял давай бери простите давайте ли брать давай бери балет наш язык язык эмоций а у них передачи информации как я ему мог объяснить ответить на вопрос писатель объясняй какая разница между двумя словами ладно и ну ладно игры ну ладно это да а ну ладно я таким себя почувствовал недоразвитым когда объяснял ему что такое ну ладно игры ну ладно это не совсем да но больше всего его поразило в маршрутке надпись как вот это все им объяснять когда он и ему не объяснить что такое отнюдь во своя си или руки не доходят в этот раз в мире ноги не доходят у нас воровская страна у нас руки не доходят больше всего его шокировало у него не просто заклинило его зашкалило вообще когда он ехал маршрутки и увидел надпись все зайцы тире козлы у него мировоззрение изменилось в этот момент он мне говорит ну вы русские тупые он мне говорит почему он говорит зайцы и козлы это разные животные я подобными наблюдениями часто делился со сцены и мне многие не верили а теперь я получаю письма уже третий год по электронной почте с доказательствами что я прав в своих наблюдениях гид мне недавно из эрмитажа написал письмо представляете виду американцев по эрмитажу рассказываем они все записывают аккуратно межпрофессионалы они любят все изучать очень тщательно а в конце экскурсии один американец спрашивает у гида как назывался музей по которому мы ходили гид мне пишет я решил приколоться по вашему принципу и говорю ему лувр и он остальным горит я же вам говорил даже на улице меня люди останавливают смотрят на меня говорят они тупые вот без здрасте без до свидания просто тупые все сказал я ушел потом как вы свое дело сделал да дело не в том что они тупые а вот космонавты мне рассказали наши представляете когда американцы узнали в космосе что шарик авторучки в невесомости не пишут они научно-исследовательский институт создали разрабатывались ручки которые пишут невесомости космонавты говорят а мы мне говорят представляете как писали карандашами так и пишем в отличие от французов которые гордятся собой скрыто американцы во всех странах гордятся собой открыто на показ я сделал интересное лингвистическое наблюдение вот мы например с большой буквы пишем слово вы американцы слово я я с большой буквы они горды они главные во всем мире у них даже речь такая неважно понимаешь его или нет как будто картошки горячий в рот он главный а если что не так пожалуется президенту он прикажет разбомбить любую страну обидевшую их туристов я могу про них все что угодно говорит меня виза лишили в америку именно после этой фразы про там было продолжение еще на телевидении они перевели то что сказал а это при прийти трудно что они главные а значит их президент главнюк мне сейчас очень много на эту тему конечно пишут по электронной почве парень написал михау николаевич вас лишили визы в сша потому что им не понравились ваши высказывания а мне не дают визу гениально я родился 11 сентября то есть они не тупые они сюда не идиоты но зато в мире надо бамы стали шутить по черному это сначала с меня когда я опубликовал фразу в твиттере что обама в белый дом заходит с черного хода но они умеют пиариться вот наши победят войне и пьют до конца дней своих а эти переписывают историю весь мир верит что американцы разгромили гитлеровскую германию и никто не знает что наши брали берлин а те остановились в двухстах километрах от берлина никто не знает я спрашиваю европе у молодых когда американцы вступили войну в тридцать пятом году друзьям и американцы в сорок четвертом году вступили войну против советского союза чтобы он не занял всю европу они против гитлера а жуков говорил сталину иосиф давай займем всю европу чтобы больше этих заднеприводных не рождалось а сталин гениально отвечал нет мы их не прокормим говорил он некоторые говорят задорнов начал давно про них задорнов тут ни при чем почитайте ильфы петрова одноэтажная америка почитайте оскар вайлда оскар вайлд америка единственная страна которая от варварства перешла прямо к упадку минуя стадию цивилизации но негр не хорошее слово считается в америке хотя негры в африке себя называть неграми все нормально в америке это то что называется политкорректность лицемерием очень развита я об этом не раз говорил что папа мама считаются не хорошими слова надо говорит родитель номер один родитель номер два проститутка слово плохое проститутка профессия хорошая а вот слово плохое жертва обстоятельства они пишут в юридич мне же две жертвы пришлите пожалуйста почему каждая жертва идиот теперь они наставят на том чтобы убрать из разговорной речи особенно из юридической из юридических документов слова женщина русское слово женщина как и жена слова жизнь не устраивает их это обижает геев слова женщина я не знаю что с вами нет 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 тут как говорит задон вдохните воздуха в грудь они придумали юридическое замену слово женщина готовы простите вагину американец вагину американец это официально я не придуриваюсь я только один вопрос задал американцу а мужик члена американец что теперь у них и негр нехорошо говорить и черный уже нехорошо уже афроамериканец нехорошо гениальное письмо получил от наших молодых людей которые работают компьютерщиками в нью-йорке пишет мне михао николаев порадуйтесь за русских людей молодых мы придумали как называть в америке негров что даже не 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 догадываться цветами сейчас испытайте гордость за наших они их называют рубероиды а теперь пошли разговоры о том чтобы еще юридическую часть сменить наподобие американской сделать законодательство вы если бы вообще прочитали некоторые законы американские с моей легкой руки началась игра в интернете я на одном выступлении приводил примеры законов американских но это без слез слушать невозможно ну например такое торжество юридического абсурда в нью-йорке запрещается охотиться за кроликами из трамвая а так хочется хлебом не кормить до из трамвая стрельнут в кролика кроликов завези туда и все в штате айдахо запрещается рыбачить сидя на верблюде тоже очень хотелось да а в алабаме штраф или три дня ареста если вы привязываете аллигатора к пожарному гидранту это настоящие законы я ничего не придумал знаете как они появляются почему вот почему это все появляется потому что страховые компании лоббируют законы ну например на аляске есть закон запрещающий будить медведя зимой чтобы его сфотографировать вы понимаете почему потому что медведи очень не любят этого нет фотоаппарата нет фотографа ничего не остается в принципе а страховые компании должны выплатить деньги они хотят и вот такой закон проводят в чикаго пожарным запрещается выносить из пожара женщину если она раздета вот так пожар одевайся давай одевайся а понимаете почему потому что он прикоснется к обнаженному телу и она подаст на него то есть благотворителя бабок срубить немножко синдром маники левинский у них нет слова порядочность у них есть слово законопослушание то что по закону то и есть порядочность в чикаго между прочим запрещено взрывать ядерные устройства в черте города штраф 500 долларов вот только вопрос кого в лос-анджелесе запрещается бить жену внимательно слушайте бить жену ремнем шире двух дюймов вот точно измерили два дюйма все полтора нормально от хлещи ее по полной программе шире чем два дюйма я еще не договорил без предварительного согласия письменного жены дальше арканзас река не имеет права по закону подниматься во время паводка выше моста арест наверно я не знаю может штраф на реку накладывают а в зале очень много я понимаю технически грамотных людей сейчас получите истинное удовольствие в индиане по закону число пи равно четырем они не могут на 3 14 умножать это сложно логарифмические линейки они не знают что это такое что такое готовали они не знают поэтому на 4 это нормально на калькуляторе за первенство в этом торжестве юридического абсурда более борются три штата техас алабама и калифорния техас это родина буша там даже появилась теперь поговорка ты придурок или из техаса но это то и другое в принципе он наглядное пособие по этой поговорке ну там есть например закон в техасе написано так запрещаются браки между лицами одного пола казалось бы нормально но приписку видимо писал сам буш это может привести к рождению неполноценных детей штате алабама есть закон который начинается со следующих слов собакам запрещается собакам а там все собаки грамотные я вам сразу говорю да они очень грамотные они читают закон так вот собакам запрещается спариваться ближе чем 300 метров в церкви а не мало того что грамотные собаки они же еще с рулетками ходят и прочитали закон собаки отмотали 300 метров и понеслась второе место я бы дал за этот закон третий за закон в техасе а первое это чудо вот вы сейчас послушайте как вы отреагируете поймете по этой реакции что мы такими не будем в калифорнии кошкам запрещено тоже хорошо кошки тоже читают все в калифорнии появляться после заката солнца на мостовых если у них нет сзади световых отражателей есть я не понимаю ситуацию в сирии сирийцы бомбят сирийцев за это американцы решили бомбить сирийцев чтоб сирийцы не бомбили сирийцев они я не понимаю они не тупые они придурки окончательные что ли с этими геями за что они россию все время клеймят позором америка объявила россию теперь самой неблагоприятной страной для жизни потому что видите россия против геев что получается я не понимаю что те кто против россии те геи вот почему обама не любит россию я вообще не понимаю почему те кто ненавидит евреев это правильно называются антисемитами кто негров расистами правильно а почему я не понимаю те кто терпеть не может русских правозащитник америка я вообще не пойму чему их учили в школе они что вправду тупые до при они что действительно до прилета челябинского метеорита не знали что в россии есть другие города кроме москвы и петербурга и только метеорит ба-бах оказывается челябинск есть еще так удивились когда узнали что в каком-то челябинске авторегистраторов на машинах больше чем во всей америке это понятно потому что в америке зачем авторегистратор иметь да нам надо потому что в америке такого как у нас на дорогах не бывает вот так едешь едешь танк дорогу переехал из танка бабы пьяные торчат из башни с шампусиком они когда по нашему ютюбу начали шастать смотреть эти ролики записаны во время падения метеорита о они столько узнали россии америкосы и поняли с нами лучше не связываться а у них был комментарий один из первых когда у нас бабахнул метеорит и когда вдруг посыпались во всех сетях вот эти ролики заснятые авторегистраторами фотиками америкосов прикольный комментарий такой был в их сети русские записали падение какого-то куска метеорита с хрен знает скольких ракурсов а у нас долбаных америкосов нет ни одной записи как гребаный самолет падает на пентагон причем половина америки испугалась страховки стали по оформлять потому что есть такое ученое мнение что метеориты одни не летают что еще прилететь должен ой а у нас взбодрилась страна с веселуха началась первый комментарий который я получил у себя в живом журнале мне прислали инопланетяне увидев челябинск решили самоуничтожить еще мне кто-то в письме написал население уральских деревень хлебом и солью встречает марсианских воинов-освободителей знаете вот я специально не говорю никаких слов про америку что что я вообще не говорю слов про америку потому что такое ощущение что я параноик уже по телевизору но знаете что интересно что я вам хотел рассказать то что не знают зрители и телезрители интересный эффект получился ко мне стали подходить на улице люди и говорить мы побывали в америке вы правы они такие тупые я говорю это вы мне рассказываете после этого слушайте сколько я получаю писем это так интересно читать письма людей которые побывали в америке и у всех какие-то наблюдения у меня ощущение что у нас в россии стали смеяться над американцами больше чем на чупчами и такие интересные случаи позавчера два молодых человека меня остановили на улице говорят мы проходили стажировку в америке вы не представляете как мы вас вспоминали каждый день мы варили картошку они мне рассказывают а те спрашивают американцы в общежитии почему вы варите картошку что не можете купить мы говорим дешевле они говорят а как вы проверяете готовность этой картошки ну тупые вот точно как а они говорят ну мы им не говорим что вы тупые а мы им говорим ну как вилкой вот смотрите я боюсь вам дальше говорить а потом мы стали варить яйца знаете что мне славно Россия включилась в правильную игру ну что мы смеемся над чупчами а вот то что над американским стилем жизни стилем жизни не дан американцы американцы добрые они внутри очень добрые они считают что надо по доброму уничтожить ирак но они так думают они уверены что Иисус учил когда ударят по правой щеке подставь левую сам хуком снизу в это время они действительно они добрые недообразованные а недообразованного человека очень легко направить в любую сторону мне сейчас присылают инструкции которые выпускаются в Америке инструкции к разного рода предметам ну я многие из них видел сам например я купил одеяло в Америке и там в инструкции к одеялу было написано не использовать как защиту от торнадо ну то есть безболезную покупку сделал собственно говоря они же пишут все утюг в инструкции написано не гладить одежду на себе фен в инструкции есть запись пункт такой не использовать фен во сне вы пробовали фен во сне когда-нибудь использовать ну а в Техасе я видел памятку в кабине грузовичка кстати я сначала подумал что я эту памятку неправильно понял но потом мне объяснили что я все правильно понял водитель помни что предметы отражающиеся в боковых зеркалах находятся сзади а не впереди тебя из всего этого самое приятное в эту игру включились наши зрители мы не безнадежны и прислали мне разные зрители законы в тех штатах где они жили это настоящие законы я каждый раз вспоминаю эти законы когда слышу как какой-то политик очередной чубайс нам указывает как должно быть у нас как в Америке в Техасе запрещено ругаться матом рядом с трупом ну и так тянет ругаться как труп увидит сразу материться кентукки три дня ареста знаете за что если вы несете в заднем кармане мороженое какое ваше собачье дело где я ношу мороженое это люди собираются представляете голосуют это настоящие законы Миннесота муж не имеет права заниматься сексом со своей женой если от него пахнет луком или сардинами а чесноком килькой все там так не любят сардины с луком в Миссури пожарный не имеет права спасать женщину если она в ночной рубашке все все пожар раздевайся или одевайся а в ночной рубашке нельзя голый пожалуйста то есть они боятся что их засуют он дотронулся до раздетой женщины как вот этого учителя засудили он назвал мальчика лентяем юрист вызвал его в суд и составил такое обвинение что он его обозвал лентяем у мальчика комплекс неполноценности а мальчик писал рассказы мог стать писателем и вы должны выплатить все гонорары которые бы мальчик заработал если бы он стал писателем если бы вы его не оскорбили вот это та страна в которой нас ведут сегодняшние наши политики женщины в Огайо запрещено раздеваться перед фотографией мужчины если она одна в комнате а свидетели кто будет Иллинойс Иллинойс запрещено предлагать сигары домашним животным видимо бывали случаи я даже не знаю как такое придет в голову Мэриленд готовы запрещено приводить в кинотеатр льва наверное прецедент бывал Аляска наши чукчи по сравнению с жителями Аляски если руководствоваться этим законом наши сборище кулибинов и Эйнштейнов с законом на Аляске запрещается выбрасывать из летящего самолета живого оленя а в инструкции к бенгальским огням написано нельзя брать в рот а ведь всем же хочется знаете у меня одно ну тупые это какой градус тупости надо иметь чтобы на плавательной шапочке писать только на одну голову но все рекорды побила инструкция к бензопиле американской видел собственными глазами вернее мне прислали опять таки в этот чудный процесс люди в этот процесс включились я прошу извинения но я дословно переведу да то что написано там просьба настоятельная не останавливать бензопилу голыми руками или гениталии знаете друзья вот когда я это все рассказываю когда мы смеемся я знаю одно у нас надежды есть на то что мы такими не станем и в этом смысле мне очень нравится пародия Жванецкого на меня с одной стороны гениальный человек все таки Михаил Михайлович одна фраза но сразу меня уничтожил со всем моим творчеством я же с одной стороны говорю что мы не безнадежны а с другой стороны говорю что вот рассказываю все то что я вижу в нашей жизни а его пародия на меня такая ну конечно это его голосом надо говорить наконец-то появился свет в конце туннеля только туннель сука не кончается зимой я был в Испании ну останавливался не в очень таком пяти ну не в очень скажем так пятизвездочном отеле где-то полторы звезды у него было но когда вот эти администраторы местные ресепсионисты от моего гида узнали что я писатель да еще сатирик да еще как они сказали это калька с их выражения делает шутки над американцами они меня так уважать стали что стали рассказывать и делиться своими наблюдениями за американскими туристами естественно за нашими еще непонятно за кем с большим удовольствием они о ком мы с большим удовольствием рассказывали потом однажды показали мне книгу жалоб вот куда записывают жильцы туристы жалобы это так интересно что американцы пишут что наши мы такие разные все таки книга жалобная западного отеля американцы я волнуюсь я первый раз читаю американцы безобразие по телевизору только местные каналы русские супер в номере есть телевизор а ха-ха-ха-ха как-то вы очень искренне так такая трегер спокойно американцы ну это средневековье какое-то в гостинице сломался терминал и к оплате не принимают кредитки русские ребята бесятся о жиру двери вместо ключей уже кредитками открывают надо завтра проверить если на них деньги американцы безобразие полчаса ждали портье чтобы он отнес наши вещи в номер русские капец пока оформлялись на ресепшене какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы слава богу отбились американцы кошмар кошмар в туалете такой тусклый свет что затруднительно бриться русские это безобразие в туалете такой слабый свет что невозможно читать американцы ну и сервис в номерах всего одна розетка дт не подходит для ноутбука русский ну и сервис в номере всего одна открывашка да и та без штопора американцы в номере было так много непонятных кнопок для разъяснения пришлось позвать консьержа русский в номере было очень много непонятных кнопок решил разобраться сам уже через десять минут в номер вбежали консьерж уборщица официант бригада пожарных под звуки радио 9 шум кондиционера американцы дурацкий отель в номере запрещено курить в туалете нет душа русский ну и отель вчера закурил в номере сработал душ причем в центре комнаты с потолка и сразу с пеной американцы безобразие в гостинице платный вайфай русский беспредел соседи американцы закрыли доступ к своему ноутбуку все понимают все потрясающе и через них не подключиться к вайфаю но этого и так поняли американцы совершенно не политкорректный отель уже второй день по телевизору показывают одни русские каналы русских кошмар талян потратил два часа чтобы по всем каналам поймать кабельную сеть как у себя в тюмени американцы фойе гостиницы слишком мощный фонтан когда проходишь мимо задевает брызгами русский фойе гостиницы слишком глубокий фонтан не достать монетки американцы безобразие вода в бассейне такая холодная не искупаешься русский вода супер в бассейне пять минут и пиво холодный сам трезвый американцы в гостинице бюрократия не пускают за шведский стол без карточки гостя русские в гостинице беспредел не пускают к шведскому столу с авоськой американцы над кроватью висит такая большая картина что если она вдруг упадет может покалечить нас русский в номере такая большая картина что вынести незаметно не получится американцы безобразие вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт и ни один не приехал русский очень хорошая надежная здесь техника вчера полчаса прыгали во всех лифтах ни один не сломался американцы ужасный отель здесь в лифтах накурено русский странный отель здесь в лифтах почему-то запрещается ездить смокинге так и написано no smoking хорошо хоть курить можно американцы кошмар в этом отеле две шапочки для душа всего русский классно прямо в номере два прикольных подарка для жены и дочери американцы в гостинице слишком однообразный завтрак только омлет и мюзли русский в гостинице слишком однообразный завтрак каждый день в одно время когда я еще сплю американцы это безобразие в гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой кока-колы русский беспредел нас не пускает в наш номер с мангалом американцы в этой гостинице странные аниматоры вчера один из них надев противогаз таскал детей на спине а потом поливал деревья из огнетушителя русский какой жуткий отель вчера какой-то иностранец вызвал полицию помешав нас с детьми играть в мчс американцы безобразие выставил на ночь коридор ботинки чтобы их почистили утром ботинок не нашел русский вчера какой-то идиот выбросил совершенно новые ботинки и надо же как раз мой размер и последняя запись американцы в гостинице было так мало камер наблюдения что я опасался закупленные сувениры русский сувениров привез мало потому что в гостинице было много камер наблюдения я не могу без америки ну я могу про них писать все что хочу потому что меня визы в америку лишили а вы опять радуетесь я понимаю дневник американского солдата имейлы с фронта вот это только наши смеются на этой фразе вот американцам будет непонятно что тут смешного но имейлы с фронта наши умирают со смехом ой имейлы с фронта имейл номер один здравствуй дорогая сегодня у нас на военной базе праздник летим враг это очень далеко ребята говорят даже дальше чем мексика команда не предупредила война будет тяжелой там жарко сержант утверждает что ирак находится на самом юге африки но полковник который раньше преподавал географию сказала что сержант неуч и что ирак не на юге африки она севере индии а утром к нам ко всем обратился наш президент по пейджеру он объяснил что иракский лидер не хочет делиться нефтью это значит он против демократии и теперь главный долг америке принести иракцам демократию поскольку мы американский народ главный разносчик демократии в мире мы уверены в скорой победе потому что у нас самое современное оружие противопехотные памперсы взрывчатка со вкусом лесных ягод одного не можем понять как все-таки правильно говорить иран или ирак и не волнуйся за меня дорогая на этой войне со мной все будет в порядке я взял защитный крем от солнца они действительно они всерьез крадятся что они победили ирак знаете это все равно что боксер профессионал будет хвастаться что он нокаутировал бомжа email номер два здравствуй милая мы прилетели в ирак здесь действительно очень жарко судя по всему это все-таки не индия жители совсем не похожи на индейцев тоже только наши понимают опять заграли за границей это шутка не получается зато полковник уточнил в командоне что правильно страну называть ирак а иран оказывается это такое радиоактивное вещество иран 238 о уровень образования в зале до сержант предупредил нас что завтра начнутся боевые действия это он узнал по радио еще он сказал что с нами будут воевать англичане испанцы поляки но не сказал на чьей стороне конечно нас напугало командование тем что на этой войне будут не человеческие лишения в блиндажах нет кондиционеров а копы бездушевых но мы американцы мы герои мы выдержим все даже если во время боя не будут разносить кока-колу со льдом а вечером в лагерь с песнями и визгом въехали камуфлированные телеги с валами это прибыл воевать украинский батальон хим защиты они очень красиво смотрятся на фоне пустыни в своем лесном камуфляже на всех зеленые маскировочные костюмы на головах ветки от деревьев офицеров пеньки чтобы их можно было отличить во время бомбежек за украинцами прибыли какие-то эстонцы литовцы латыши сержант утверждает что такие племена из американских резерваций которые находятся в задней части европы впрочем эти племена добрые они привезли гуманитарную помощь иракским детям эстонцы 2 фуры с детским питанием литовцы 4 фуры с детской одежды а латыши 200 фур с учебниками латышского языка эмейл номер три сегодня мы впервые вышли на позиции иракцы оказались дикарями они не понимают что мы занимаем их деревни легитимно с одобрения сената сша а позавчера позавчера не вообще вероломно обстреляли наш самолет мирно бомбивший их города командование строжайше нас предупредила чтобы никто в плен не сдавался иракские военные страшно наших пытают не дают им попкорна отбирают dvd-плеера запрещают пользоваться ниткой для чистки межзубного пространства зато мы чувствуем себя героями говорят весь мир уже откликнулся на войну с ираком бритни спирс учит иракский язык мадонна отрастила бороду и выпустила новую книгу в постели с хусейном но самое страшное нам раздали украинские противогазы они так пропахли салом и чесноком что мы решили лучше будем дышать и притом и зарином скажи сыну папа обязательно вернется живым если ему не наденут украинский противогаз и mail номер 4 с каждым днем нам приходится здесь все тяжелее уже месяц мы чувствуем по запаху чеснока что где-то рядом находится украинский батальон химзащиты если в ближайшие дни ветер не переменится нам конец недавно от этого запаха у нашего сержанта так закружилась каска что он упал с бронетранспортера медсестра сделала ему укол но он подал на него в суд за сексуальное домогательство а иракцы иракцы оказались варварами они не знают что мы сильнейшие в мире и все время продолжают на нас нападать наши новейшие лазерно-позитронные устройства для сбоя вражеских прицелов не работают потому что у этих дикарей нет прицелов на прошлой неделе нам прислали сверхновые вертолеты которые летают так низко что не засекаются никакими системами слежения так позавчера какой-то иракский крестьянин которому этот вертолет мешал обрабатывать поле сбил его мотыгой пентагон подал на него в суд за использование оружия не санкционированного он президент выбросил у сената 5 миллиардов на противомотыжную защиту и противолопатную доктрину поскольку прошлая доктрина антисовковая устарела эмейл номер 5 сегодня самый страшный день где-то заблудилась походная попкорница и полевой макдональдс а наступление наших танков приостановилась так как у самого багдада на светофоре загорелся красный свет оказалось у них дикарей испортились светофоры мы же простояли на перекрестке до самого вечера сержант утверждает если бы не было иракцев мы бы их давно победили имел номер 6 вплотную подошли к багдаду по пути встретили много сухих деревьев со скрюченными листьями множество дохлых птиц и насекомых и кротов с выпученными глазами значит здесь проходил украинский батальон хим защиты ну вам действительно договаривать даже не надо вы опережаете даже мою речь украинский батальон нас и выручил не выдержав запаха лука иракские войска бежали из города после чего мы геройски в него вошли эмейл номер 7 дорогая можешь нас поздравить благодаря находчивости сержанта мы захватили 34 хусейна это на 11 хусейнов больше чем захватил соседний с нами взвод украинцы вообще захватили всего восемь хусейнов из которых две женщины и один кот все хусейны в настоящее время отправлены на кастинг днк усов приятно победил наш хусейн жюри установили точно это он теперь устанавливает кто он зато президент присылал нам всем поздравления эсэмэски он поздравил с успешным завершением операции подчеркнул что мы америка миролюбивая держава поэтому не оставим мир в покое и скоро понесем его в северную корею сержант сказал северная корея это озеро в тихом океане но к войне с нами она не готова в корею не завезли фанту пс по скриптум того же дня в багдаде началось мародерство и на нас неожиданно напал украинский батальон химизащита он попытался отобрать у нас все что мы отобрали у иракцев оказалось украинцам вообще не платят зарплату сказали что в ираке да будете то и ваше таких сильных боев не было за всю войну если я не вернусь скажи сыну его отец был настоящим американским миротворцем героическим разносчиком демократии и главное сколько же на земле оказалось лохом который в эту политкорректность поверили они вообще такие вот доверчивые кинута такая лохадраль такая видели как радовались америкосы всей своей американской толпой когда якобы расправились бону ладно прыгали кричали радости были полные штаны радовались с искренностью оголенного провода ограниченные налогоплательщики десерт для юристов и этих понесло американцы ведь еще во все инструкции верят у них дошли до того что инструкцию выпустили как вести себя как если наступит конец света у них вообще другое отношение к концу света они так переживают что он наступит они переживают одновременно и что прилетит метеорит жизнь закончится в 2020 году и что конец света наступит 2012 я видел как американцы в европе выходе из фильмов вот эти апокалипсис 2012 я говорил вам скажет у нас наступил конец света первые во владивостоке встречают купят петарды пласт у нас конец света петарда наступит но че нам переживать вы чего как-то света не видели ну и вам вегон пять раз наступал у нас даже дважды будет упраздноваться конец света по старому стилю и нам инструкция не нужна а у маякосов инструкция как вести себя если наступит конец света вот запоминайте прошу не смеяться это серьезно первая строчка не рекомендуется надевать специальные одежды это какие маска халаты противогазы не рекомендуется помните навешивать медали ордена запрещается принимать снотворные транквилизаторы наркотики алкоголь дальше эффект будет противоположен это в каком смысле это не наступит ничего себе уброска если конец света вас застал за рулем автомобиля клянусь к нему выключите зажигание выйдите из машины и ожидайте конец света стоя у нас пробка все быстрые ждут конца света и маршал на коне мимо проезжает он не по не пытайтесь покончить жизнь самоубийством ускорить конец света для себя подобные происки будут решительно пресекаться чтобы не возникала паника рекомендуется проводить учение конца света ежемесячно в условиях приближенных к реалии в ротикбе никакого отношения к нам не имеет нас уже это касается наши правители во многом пытаются подражать западу думать что это круто но наш горячо любимый президент уже однажды сказал не русский язык значит он уже считает что это не политкорректно он сказал российский язык тревожный звоночек друзья мои неужели мы начнем подражать америке в этом нам не хватает реформ образование вот этой телешоу кино чернухи с театой депрессухой осталось только еще вот в этом им начать подражать вы услышите речь нашего президента резонанс на убийство что это такое сплошные инновации инвестиции аффилирование мониторинге такое словесное облако такое инвестиционный климат что это это чтобы никто не понял о чем речь скажи честно она бабок больше не будет а про Каддафи он выросился Каддафи это ж надо такую формулировку я только юрист может такое придумать Каддафи нерукотворное лицо я бы на месте Каддафи удавился если бы меня так назвали вы это лицо представляете нерукотворное лицо почему мы не учимся у запада тому что у них действительно лучше чем у нас хотя тогда уж если такая пьянка пошла давайте заменять все слова неприятные чиновник неприятное слово это почти ман на русском языке надо заменить например человек принимающий деньги близко к сердцу или для русских очень приятно будет так чиновник это человек с большой буквы Ч а можно так человек с повышенной опасностью возгорания шапки на голове это сложно алкоголик нехорошее слово человек смотрящий на мир под углом 40 градусов дурак ну нельзя человек с сказочной ориентацией а единоросс мы просто зверевы какая-то надо так бла-бла россияне почему мы в Америке действительно не учимся тому чему надо бы было у них поучиться ведь много есть такого что мы совершенно не умеем делать надо было с них смотрите солдаты в Америке солдаты не строят генералом дачи не делают голубятные башенки из головных частей ракет сведения дальности в Америке молодежь идет в армию чтобы потом получить льготы при поступлении в институт в России поступать в институт чтобы не попасть в армию в Америке в армию приходят у нас попадают в Америке детей по утрам развозят на школьном автобусе по школам у нас по утрам детей развозят от пива при каждой школе в Америке спортивные площадки строятся стадионы, спортзалы в Америке по скверам лесам, полям неразбросанным мусор банки, склянки, оберки, подкленные бумажки у нас суббольник надо проводить уже в тайге не говоря о парках, скверах подростки сидели в парке они считают, что круто это разбросать вокруг себя все подошел милиционер спросил, почему здесь мусор а они говорят, мы сами не в курсах в американских городских туалетах не пахнет подъездами в Америку на работу молодые женщинские девушки с утра не приходят этакими гламурками такие тёлки в страсах ногти до каблуков это не ногти это когти коршуна по чуть-чуть шуток у них есть инструкции как они на работу американцы всегда соблюдают инструкции у них не может быть такого объявления как у нас в Питере в автошколу требуется инструктор наличие прав не обязать американцы с терактами борются до терактов у нас спецслужбы узнают о терактах из новостей причем из западных после терактов американские спецслужбы, как правило, с гордостью докладывают арестовали виновников наших радуются, что заставили в автошколу в Америке правосудие осуществляется по форму обнаружили, доказали, посадили у нас другая форма посадили, доказали, обнаружили что никого посадили в Америке, уважаемых ветеранов там не может такого быть, что ветераном в Америке ко дню победы от имени какой-нибудь городской мэрии подалили, как у нас просроченный автомобиль на Америке у нас в Америке дали скидки в салон красоты ветеранов еще одно право с Киевом управе им предоставили скидки в мульт-клуб а разве может быть такое, что ветеран да и не только ветеран, а любому человеку больному из-за пробок в городе не доехала скорая помощь у нас в таких случаях навалов у нас скорая помощь, кстати, имела чудный сайт под названием «Скорпоуру» Американские врачи относятся к больным как к пациентам, а не как к клиентам которых надо развести на бабки они не придумывают болезни за деньги, у нас придет богатый человек к врачу врач такие у него болезни найдет, которых нет в медицинской энциклопедии это будет дрожание гайморовых полостей и астма мочевого пузыря и остеохондрот среднего уха у американцев уши не чихают, не кашки поэтому американцы не занимаются надоложным лечением не пытаются горчищи приклеить с ним если у американца вскочил на глазу ячмень он не просит соседку пациент пришел в одной больнице в провинциальном городе врач спрашивает пациент вы чем больны? нормально? как я вас лечить буду? в магаданской больнице я лично видел в благах главный медикамент это чистый воздух холодная вода и топор я сейчас поставил остановил гаишник водителя целый воздух мне вот и говорит что ж ты водитель так быстро ели а я ему отвечаю а чтоб в аварию не попасть интрига серьезная гаишник говорит чё а я ему поясняю вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Поэтому, чтобы сократить это время, я должен двигаться быстрее. Надо отдать должное гаишнику. Он сказал, я тебя отпускаю, но слова мне перепиши, пожалуйста. В 60-е годы наш пилот, впервые выполняя международный пассажирский перелет, от волнения не очень уверенно посадил самолет в немецком аэропорту. В немецком. И немецкий диспетчер решил его ущипнуть, пилота. Он говорит, что это не так уверенно. Вы, наверное, впервые у нас, наши мгновенные. Ну почему? С 43-й по 45-й год регулярно. Только садиться не приходилось. Вот мы долго, непрерывно и логично не можем думать, славяне. Мы можем мгновенно что-то сообразить. Жена не пускала мужа на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. И в сумочку, незаметно, пока она что-то выбирала, подложил ей тушку цыпленка сырого. Зазвенела. Заглянули в сумочку. Два дня ареста. Он на рыбалку поехал. Это даже я смеюсь. Даже вот вспоминаю, смеюсь. Сын поехал в отпуск с женой. А внучку отдали деду. Ветеран. А внучка, несмотря на то, что ей уже было там 3 годика, она или орала, или сосала соску. Все. И так надоело родителям. Они говорят, дед, терпи. Он говорит, да, я нормально. Я ветеран, я не такое видел. Возвращается. Тишина в доме. Говорит, а где дедочки? Готовы? Готовы? Он саморезом соску прикрутил в угол. Она стоит в углу уже месяц. И сосет соску. Вон народец. Спокойно, спокойно. Мы еще не вышли с вами на финишную прямую. А этот мужик, ветеран. До чести хвала нашим ветеранам. Вот кто из молодых до этого додумается? У него воровали дрова. Что он сделал? Гений. Он в одно полено заложил взрывчатку. Чтоб узнать, кто ворует. Когда соседский дом разнесло в пух и прах, вся деревня узнала, кто ворует. Ну вот как, скажите, вот как американцы могут с нами по соображалке сравниться? Американец. Профессор спросил у нашего студента в Америке. Я хочу вам задать вопрос про Россию. Тот студент говорит, я знаю, что у нас медведи ходят. Он говорит, нет, нет, я знаю, что это придумка, страшилка для нас, западных людей. Скажите, вот у вас бывают морозы минус 40, да? Да. Скажите, тепло одеваетесь, да. А как же в автобусе ездят? Ведь вот на улице минус 40 тепло одевается, а в автобус заходишь, там же тепло. Ну тупой, реально. А он говорит, там вешалки, что ли? Наш вспомнил моё выступление, ему говорит, да не, у нас в автобусе поддерживается минус 40 температура, говорит. Тот удивился реально, говорит, ну как, молодцы, какая техника у вас, холодильники стоят. А ехали в Иркутске, там такая есть выставка, паровозы старые стоят. Они спрашивают американцы, что это такое, говорит, паровоз, можно сфотографировать? Ну давай. Сфотографировали, едут, а водитель превышает скорость, и ГАИ увязалось. Американцы спрашивают, что это такое? Он говорит, полиция, что? Он говорит, а почему? Вы фотографировали секретный объект. И не давай стирать быстро эту информацию. Слушайте, ну они реально тупые. Вот я ведь, если про Америку не расскажу, вроде я вообще зря выступать ходил. Один мне пишет, вы представляете, я меняю фонарики батарейки, Америкос смотрит и говорит, ты что знаешь, где плюс-минус у батареи? Наш пришел покупать симку к американскому, ну, менеджеру. Там реальный Америкос стоит, а ему симка для айфона нужна. Вы знаете, что для айфона симка больше размеров. Он говорит, мне симка для айфона. Кстати, сколько, спрашивают, у Америкоса стоит симка для айфона? Он говорит, 40 долларов. Дорого. А для простого телефона? Он говорит, тебе не подойдет, у тебя айфон? Он говорит, айфон не подойдет. Я тебя не спрашиваю, подойдет или нет. Ты мне скажи, сколько стоит? Он говорит, 15. Дай мне за 15. Он говорит, тебе не подойдет. Он говорит, я тебе еще раз говорю, я тебя не спрошу. Дай за 15. То дал и смотрит, что будет. Наш спрашивает, у тебя ножницы есть? На его глаз... Американца он потерял мировоззрение в этот момент. Когда наш обрезал симку, ножницы, он вставил, айфон работает. На Западе не могут этого понять. На Западе есть проблема. В той же Америке, в любом городе с парковкой. Припарковал не там машину, идет полицейский и под щетки засовывает штраф. Наши супергениальны. Они ездят много лет с одним своим штрафом. Паркуют в любом месте и подкладывают старый штраф заранее. Смотрите, все понимают, о чем идет речь. Ой, ну больше всего меня насмешило. Знаете, какая ситуация? Даже я смеялся. В полный голос в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Его надо было поймать. Я не знаю, что с вами будет сейчас. Чтобы его поймали полицейские, полицейским, готовы точно, выдали фотографию пингвина. Вы эту картинку представляете? Идет коп по улице, навстречу ему идет пингвин. Вынимает фотографию, вынимает фотографию и слетчает. Это тот пингвин или другой? Потому что пингвинов же много разгуливает по Вашингтону. Мы уникальные люди, только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора. И когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. И при этом только наш на вопрос, куда идешь, отвечает, сейчас вернусь. А вы чего, женщины, смеетесь? Это вы так отвечаете. Невозможно жену спросить, какая погода в Москве, когда звонишь, или в Риге. Звонишь и говоришь, какая погода в Риге? Она говорит, я хотела на базар сходить, я тебя не спрашивал, куда ты хотела сходить. Понимаешь? Я говорю, погода. А огурцов не было. А мне какое дело, что огурцов не было? Уникальный народ мы. Только на российских пляжах буйки ставят в несколько линий. Первые буйки так, за которые нельзя заплывать. А вторые, за которые серьезно не надо. Только в России мужик, узнав, что в гей-клубах водка стоит 50 рублей, может пересмотреть свою ориентацию. Только у русского человека любая вещь в доме проходит три этапа. Балкон, гараж, дача. При этом только наш человек, каждый знает, как обустроить Россию, но не может прибраться на зобственном балконе. И только наш, когда ему звонишь на работу и спрашиваешь, что делаешь, отвечает, да ничего, я на работе. И наконец, только в России из перевернутой машины может доноситься смех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова